всем привет зрители и подписчики ну немножко другой формат видео про резьбу я выбрал выбрал с комментариями так сказать буду показывать вам резьбу и сегодня покажу так сказать нарезочку видео про то как делалось паскальное яйцо резное да так вот паскальное яйцо не сначала я его делал так получилось то что еще с прошлого года у меня осталось недорезанное яйцо то есть как бы я его только начал но в силу определенных обстоятельств не успел сделать к самой пасхи и поэтому оно так перенеслось плавно на следующий год то есть на вот сейчас ну вот вы видите что оно не сначала немножко но почему бы и нет собственно говоря решил записать так резьба резьба на яйце в стиле татьянка листочки разные листочки да и в центре посредине маленькая так сказать маленький овальчик в форме яйца на котором написано хв вот что еще сказать сама резьба яйца она довольно сложная не в плане именно рисунка потому что если такой рисунок перенести на плоскость то он достаточно простой сложная именно в том смысле то что яйцо она не плоская она объемная и и так сказать волокна верхней части яйца и в нижней части яйца так даже не так волокна они тяжело их контролировать на не плоской поверхности потому что всегда надо понимать что когда мы режем от верхней части яйца к нижней там получается так что мы режем против волокон а ну то есть вот так нет и так вот яйцо надо разделить так сказать извините я заговариваюсь ну вот так вот так получается да яйцо надо мысленно разделить на две части вот верхнюю и нижнюю и вот если мы верхней части яйца будем резать от верха к центру то там всегда у нас получится что мы режем против волокон потому что волокна они вот вот так яйцо покажу готовы уже вот они уходят вот так вот вниз то есть если мы режем вот так вот то мы встречаемся с волоконами и чаще всего не избежен не не избежен срыв волокон перелом это это довольно сложно то есть всегда надо резать вот если от середины вверх и если перевернуть яйцо также надо резать от середины вверх чтобы не резать поперек волокон так сказать яйцо сложно в первую очередь именно этим и относительно рисунка так пока вы наверное не видите но вот тут покажу здесь ну то есть если расположить этот рисунок на плоскости то плоскости получается 3 тут то есть вот задний фон который просто выбирается как как фон ну то есть на нем ничего нет это просто так тоже ровная поверхность ну то есть мы рассматриваем именно этот рисунок на блого плоскости не на яйца вот ну то есть на яйце это все делается еще сложнее потому что надо соблюдать ровность относительно вот и то есть вот есть плоскость самой резьбы а основная плоскость которая ну которая вот яйцо и яйцо изначально да вот сама округлась это и вот первая изначальнаяjarло плоскость. В том, плоскость фона и плоскость резьбы. То есть, три плоскости основных, и их надо как-то равномерно сочетать. Ну, то есть, это не самый простой рисунок. То есть, даже относительно Татьянки, обычная Татьянка идёт с двумя только плоскостями. Плоскость резьбы и плоскость основная. Вот. А тут именно их три. Ну, то есть, там, можно сказать, усложнённая немножко Татьянка. В итоге результат вы увидите вот в конце видео, то есть, где-то минут через четыре. Поближе покажу. Так, насчёт ускорения. Если вы резчик, ну, то есть, или просто режете и хотите посмотреть какие-то детали, как это резалось, вот здесь вот будет ссылочка. Ну, то есть, как она называется. В общем, ссылка на экране. И в описании к видео будет ссылка на плейлист, где я выложил видео по резьбе без ускорения. Оно без монтажа, без ускорения. Ну, то есть, монтаж там есть, но оно, ну, он просто там музыка наложена и видео порезано. Вот. Четыре видео там. И чистое яйцо без ускорения. Да, кстати, вот там можете посмотреть, сколько в реальности оно длилось. Что-то я это затупил, потому что они там всего лишь шесть часов, наверное, идут эти видео. То есть, на самом деле, чистое времени резьбы там шесть часов. Да, и разделено оно где-то на четыре дня. Вот так вот. Извините, я тоже оговариваюсь. Ну, вы, собственно говоря, тут смотрите не на мои комментарии, а на резьбу, на эффект красивый. Чувство прекрасного там, я не знаю. что сказать. Яйцо я покрывал морилкой, морилкой водной, на водной основе, морилкой цвета дуб. Как я его покрывал? Так, покрывал я его следовательно морилкой. Так, я налил морилку в целлофановый пакет и покрутил там яйцо. Очень хороший способ, все красиво пропитывается, хорошо. И ровный цвет достаточно получается. Ну, хотя с водной морилкой всегда ровный цвет получается. Ну, мне так вот нравится, да. Яйцо такое, ну, то есть само яйцо я не вытачивал, ну, не точил. И, то есть я купил заготовку, заготовка стоит что-то там около 90 рублей и в магазине Татьянка, в интернет-магазине Татьянка несложно найти такое яйцо. Вот. Субтитры создавал DimaTorzok 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 В принципе, все. Вот вы сейчас видите, Как я его уже молю И после того, как я его помолил Я просто его почистил губкой абразивной Много был вопросов по поводу, что это такое Абразивная губка это обычная губка На которую просто нанесен слой абразива Ну то есть зернистость нанесена непосредственно на обычную губку Так, видео закончилось И сейчас покажу вам результат Результат Вот так вот выглядит итоговый результат Подставочка тоже можно найти на Татьянке И в других художественных магазинах Вот такое вот яйцо Вот так вот выглядит оно в итоге Я лаком не люблю покрывать Ну потому что лак некрасиво смотрится По моему мнению По моему мнению на резных работах Поэтому просто, как вы уже поняли Морилка и отшкурено оно сверху Почищено На этом наверное все, ребят Подписывайтесь Ставьте лайки под этим видео Мне будет очень приятно Напоминаю, что Да, вот Где-то на экране Анотация Вспомним Анотация На плейлист Где Четыре видео Без ускорения Но там скучно Там чисто для тех, кто режет Кто хочет какие-то детали посмотреть И И все Да, подписывайтесь Ставьте лайки еще раз Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok